Как правильно прочитать инструкцию по программированию и запрограммировать одуванчик Лушникова Canon. Берем тушку Canon, в данном случае это моя тушка Canon 1D Mark IV, и берем переходник с наклеенным одуванчиком Лушникова M42 Canon. Устанавливаем в камере режим M и режим съемки AI-серва. По умолчанию в камерах всегда вы используете или режим серийной съемки, или режим одиночной съемки One-Shot. Так вот, чтобы из режима One-Shot или любого другого, если у вас уже не установлен режим следящего фокуса AI-серва, перейти в этот режим, вам нужно на тушке найти кнопочку с двумя буквами AF и нажать на нее. Потом в меню, которое у вас высветится или на верхнем дисплее, как на этой камере, или на вашем единственном заднем дисплее, вам нужно будет выбрать режим AI-серва. Как только вы его выбрали, можно приступать к входу в режим программирования. По умолчанию время входа в режим программирования на всех новых одуванчиках, согласно инструкции, составляет 10 секунд. Я его сокращаю перед отправкой каждого переходника к покупателю до 1 секунды. Ну, чтобы быть уверенными, вы можете также установить перед началом программирования, перед первым входом, 10 секунд. Итак, берется переходник с одуванчиком и вставляется в камеру. Мы видим в камере режим съемки, как я говорил, AI-серва, значение выдержки 10 секунд и значение диафрагмы по умолчанию 1,4. Сейчас я вам объясню, как я сокращаю время входа в режим программирования. Итак, согласно инструкции, вам нужно в режиме AI-серва немножко выкрутить переходничок до потери контакта с камерой. Как видите, значение диафрагмы 0,0. Затем обратно вкрутить переходник и тут же сделать кадр. Когда отработается 10 секунд, необходимое для первоначального входа в режим программирования, мы увидим, что значение диафрагмы в камере поменялось. Оно может быть любым, таким как вот сейчас 11, но может быть любое другое значение. Для того, чтобы дальше вы разобрались, как правильно читать инструкцию, смотрим, каждой функции соответствует свое значение диафрагмы. Итак, мы снова заглядываем в инструкцию и видим, чтобы сократить время входа в режим программирования, нужно выставить диафрагму 11. Напоминаю, программирование происходит без объектива, поэтому все, что написано в инструкции, выставляется исключительно в камере. Выставляем в камере значение диафрагмы 11 и, согласно инструкции, нужно или нажать на кнопку затвора, или нажать на кнопку репетира диафрагмы. Чтобы не гонять зря затвор, я нажимаю на кнопку репетира диафрагмы. Или это кнопочка проверки глубины резкости. На моей камере она находится вот здесь. Здесь нажимается один раз и затем, согласно таблице, которая приведена в инструкции, каждому значению диафрагмы присвоена своя цифра. Итак, нам нужно сократить время входа в режим программирования до 1 секунды. Цифре 0 соответствует диафрагма 4. То есть, чтобы ввести цифру 0, нужно в камере выставить значение диафрагмы 4.0 и еще раз нажать или на кнопку спуска затвора, или в данном случае я нажимаю на кнопку репетира диафрагмы. Один раз. И для того, чтобы ввести цифру 1, согласно таблице, цифре 1 соответствует значению диафрагмы 4.5. Я выставляю значение 4.5 и еще раз нажимаю на кнопку репетир диафрагмы. Все, как видите, опять появился режим AESERVO. Опять значение диафрагмы 1.4. Это значит, что одуванчик запомнил введенное значение и вышел из режима программирования. Итак, вы получаете свой переходник с одуванчиком, в котором время входа сокращено до 1 секунды. Снова, теперь я выставляю значение выдержки 1 секунда. Выкручиваю переходничок до потери контакта с одуванчиком. Снова его вкручиваю и нажимаю на кнопочку затвора. Как видите, через 1 секундочку у нас появляется значение диафрагмы 3.5. Это значит, что одуванчик вошел в режим программирования. Для того, чтобы запрограммировать новое значение диафрагмы, согласно инструкции, этому соответствует функция под названием 4.0. То есть мы выставляем в камере значение диафрагмы равное 4.0. Еще раз напоминаю, все происходит только в камере. Выставили 4.0, один раз нажали кнопку затвора или кнопку репетера диафрагмы, как это делаю я, чтобы зря не гонять затвор. Вот. И можно выбрать теперь любое другое значение диафрагмы. Диафрагма теперь меняется в режиме программирования. От единички до 64.0. Вот я выбираю значение диафрагмы равное 2.0. Потому что чаще всего покупают переходничок для использования на объективах Helio 44. И один раз опять нажимаю на кнопочку репетера диафрагмы. Как видите, опять появилось значение съемочного процесса iServo. И диафрагму показывает 2.0. Спасибо за внимание. Надеюсь, что теперь вам процесс прочтения инструкции станет более понятным. Если вы до сих пор, даже после просмотра данного видеоролика, не понимаете, как программировать, то перед тем, как начать программировать, вы еще раз посмотрите эту видеоинструкцию и напишите мне. Я обязательно вам еще раз отвечу и прочитаю понятным русским языком все, что написано в инструкции по программированию. Спасибо за внимание.